Как не стать жертвой дистанционного мошенничества? Сотрудники полиции еще раз напомнили жителям округа о популярных схемах у телефонных аферистов и способах защиты от них. На этот раз встреча прошла в Томилине. Подробнее в сюжете моих коллег. 30 лет назад мошенничество выглядело совершенно иначе, чем сегодня. Изобретение интернета и последующая цифровая революция привела к необычному сдвигу в этой сфере. Статистические показатели преступности говорят о том, что в стране наблюдается ежегодный рост числа зарегистрированных преступлений, с использованием информационных и коммуникационных технологий. А результативность раскрытия таких преступлений растет медленно. Это говорит о том, что злоумышленники находятся на шаг впереди. Поэтому гражданам нельзя терять бедительность, особенно если пишут или звонят с неизвестных номеров. Не надо переводить денежные средства бездумно. Пока вы, так скажем, не запустите свои руки для перевода, с вашими деньгами никогда ничто не произойдет. Банки, в свою очередь, тоже сейчас стараются оградить нас, разрабатывают полезные программы. Но это все, так скажем, для граждан преклонного возраста очень сложно. Жертвой телефонных мошенников можно стать независим от возраста. Полицейские напомнили жителям о самых распространенных видах. Чтобы себя обезопасить, нужно запомнить несколько простых правил. Положить трубку телефона, не сообщать данные с карты, не сообщать пароль из СМС и не приходить по ссылкам. И тогда вы останетесь в безопасности. Очень эффективно, когда люди слышат напрямую от представителей правоохранительных органов непосредственно ключевые слова, что в случае, когда с вас просят либо пароль, либо деньги, либо что-то отправить, позвонить, лучше сначала взять паузу, связаться с правоохранительными органами, уточнить, стоит ли это делать, и после этого принимать какие-то действия или решения. Поэтому мы считаем, что это необходимое мероприятие и будем проводить как можно чаще. Сотрудники полиции будут и дальше проводить профилактическую работу с населением. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.